Судейская бригада Боец из Казахстана, город Алматы. Ему 35 лет. Рост 190 сантиметров, вес 87 килограммов. Профессиональный рекорд 20 боев. Во всех одержанные победы 15 из них нокаутом. Экс-чемпион WB Азия Иса Акпер Баэр. Боец из России, город Екатеринбург. Ему 28 лет. Рост 196 сантиметров, вес 70 килограммов, 700 граммов. Профессиональный рекорд. Пять боев. Во всех одержаны победы 3 из них нокаутом. 11 номер рейтинга WBO. 14 номер рейтинга IBF. Чемпион WBO Интерконтиненталь. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион Олимпийских игр Рио-де-Жанейро. Евгений Тишенко. Женя. 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 Ребята, всегда себя защищаем. Не бьем после гонга и команды 100. Пожали руки по углам. Удачи. В зеленом он. Протри его, чтобы не было в зеленом. Антропометрические данные бойцов на ваших экранах. Возраст, рост, вес. На 7 лет старше Иса Акбербаев. Готов. Ну и не успели мы сказать, у Исы Акбербаева был определенный такой перерыв в карьере. Два года он не выходил на ринг. Посмотрим, как сегодня скажется на нем этот простой. Ну, а надо было бы отметить, что у Евгения Тишенко в углу в качестве тренера Золкин Александр Викторович. Это известный в прошлом боксер и любительская хорошая карьера была у него. Является он чемпионом спартакиады народов СССР. Также был хорошим профессионалом. И вот сегодня в качестве тренера он присутствует в углу Евгения Тишенко. Перестрелка с передней руки у нас. Начинается поединок. С обеих сторон мы имеем очень сосредоточенность и внимательность у боксеров. Ну, торопиться им некуда. Дистанция достаточно длинная. Титульный бой. 10 раундов. Здесь небольшое преимущество в дистанции у Евгения. Работает он передней рукой, видимо. Бросает ее то под руку, то через руку. Юрий Кокцев строгий. Делает замечание Евгению Тишенко, если не ошибаюсь. За наступление на ногу. Ну, такое бывает, в принципе, когда боксирует левша против правши. И место положения передней ноги это очень важный такой момент для тактического решения поединка. Попадание от Евгения Тишенко хлестким прямым с левой руки справа. Пока живым, да, работает Евгений. Попадание пытается выдернуть соперника подцепить. Сейчас получилось. Пытается идти вперед Исаак Бербаев, но видит это Евгений Тишенко. Вовремя встречает. Несмотря на то, что центр ринга он немного отдал. Ну, Евгению, если посмотреть на его профессиональные бои, абсолютно в любой роли в ринге комфортно. И первым и вторым номером он умеет работать. Все-таки, не знаю, любительской школы лучше, чем у Евгения, наверное, не найти. Олимпийский чемпион, как-никак. Да, говорили тут очень много перед поединком, что Исаак Бербаев гораздо опытнее в плане количества проведенных боев на профессиональном ринге. Но тот бэкграунд, который имеет за плечами Евгения Тишенко, нельзя скидывать со счетов. Огромное количество поединков среди любителей, или как это сейчас правильно говорить, в олимпийском боксе. Насчет бэкграунда. Очень многие казахстанские фанаты бокса, практически персонально, Исаак Бербаеву, писали, что нужно отомстить за Василия Левитова. До сих пор не простили Евгению, до сих пор. Поединок. Ну, это Олимпиада, и это... Три года уже прошло. С тех пор, и все еще помню. Первый раунд закончен. Ждем следующий. Ждем следующий. Анимо, просто Мехико. Салют очень специально. Вот нам показывают приезд Мухаммад Хаджа Якубова. До этого нам показывали Абрахама Монтойл. Это бойцы, которые выйдут следующими в ринг. Мы видим, хорошо, они уже затейпированы и готовы к своему поединку. Ну, а у нас мы ожидаем второй раунд в поединке между Евгением Тищенко и Исаак Бербаев. Стартует второй раунд. Все еще фехтование джебами у нас пока что идет. Очень опытные два бойца, поэтому навряд ли здесь будет сразу же такой открытый поединок. Да, это точно. Оба третьим ребятам не занимать. Попадает два удара Евгений, доносит до цели. Все еще, кстати, спиной к канатам работает Евгений Тищенко. Это его совершенно не смущает, насколько я вижу. Еще один крюк слева от Евгения по туловищу. Начинает активнее поджимать Акбербаев. Ну, такой пока немножко качельный бой. То один попрессингует, то другой. Ну, бойцы очень внимательные, и здесь цена ошибки очень высока. Да, это точно. Не стоит забывать, какая это весовая категория. Первый тяжелый вес. Хорошая комбинация здесь от Евгения. Хорошо по корпусу он попал в концовки этой комбинации. Достигает левый прямой от Евгения цели. Не очень точно, но он попадает его в разрез. Акбербаев ищет, пытается попасть по туловищу с дальней руки. Хорошо подцепил сейчас Евгений своего соперника. Навстречу. Чуть провалил, да, и навстречу донес прямой удар. И пока вот так вот почувствует дистанцию, мне кажется, лучше Евгений Тищенко чувствует дистанцию. Обоюдное попадание сейчас было. Зрители поддерживают бойцом аплодисментами. Хорошее попадание от Евгения Туловища. И пропускает сейчас Тищенко на ближний. Хорошая двойка от Евгения Тищенко снова. Исак Бирбаев встал у канатов, но такое ощущение, что это он делает специально. Вытягивая немножко на себя. Второй раунд закончен. Чуть-чуть инициативу отдавишь. Пусть проваливается. Сейчас смотри, мы здесь начали аплодировать, он сразу побежал, да? Хорошо. Женя, все хорошо. Все, так же, так же продолжаешь. Ручки зашли. Не принимай удар. Раз, не принимай удар. Ну и хочется немножко поговорить про оппозицию Исак Бирбаева. Успел он за свою продолжительную профессиональную карьеру 2009 года посетить многие страны. Боксировал в Узбекистане, в Кыргызстане, США и в Германии в основном. Плюс неоднократно боксировал в России. В том числе, кстати, это не первый его визит в Екатеринбург. В 2011 году, в марте, он боксировал с Паскалем Ндомбой в Дивсе. Тогда техническим нокаутом одержал победу во втором раунде. Очень большой опыт титульных поединков у Исак Бирбаева. И вот сейчас еще один титульный бой в его карьере. Против Евгения Тищенко. Все так же не форсирует события боксеры. Но потихонечку мы видим, так начинает наращивать темп оба. Накатывать, накатывать. И я думаю, все это будет как бы так от раунда к раунду. Будет подправлять боксеры. Это точно. Хорошее попадание от Евгения Тищенко правым крюком после двойки. Вновь попадание по туловищу от Тищенко. Пытается, пытается так немного прессинговать Исак Бирбаев. Но хорошо это чувствует Евгений. Вовремя смещается. Плюс хорошо руками перекрывается Тищенко, я заметил. Вновь удар по туловищу от Евгения. Розвище у Исак Бирбаева, кстати, на шортах написано. Пчела. Бамблби. Видимо, он живет по заветам. Классиков. Пархает как бабочка, жалит как пчела. Сейчас эпизодом вроде немного поджал канатом Акбербаев Тищенко, но вышел отсюда Тищенко. Уже вторая прекрасная двойка. Третья туда же. Ну и в углу застоялся сейчас Акбербаев. Нужно работать Евгению. Обрезает он углы. Вот потихонечку, потихонечку нарастает темп. Все интереснее становится. Подсказывают Евгению и Тищенко из угла заканчиваются правые руки комбинации. Неплохо так отзащищался у канатов Евгений. Вот уже Тищенко снова, да, у канатов. Вот сейчас вот к концу этого раунда чувствуется, что по скорости Евгений пока опережает своего соперника. Ну, я думаю, не мог не сказаться на Акбербаеве двухлетний простой. Ждем следующий раунд. Женек, все шикарно. Сейчас попробуй атаку, забегай вправо. Прямо в прямом смысле. Справа забегаешь, вправо-право, и бей левый вниз. Все хорошо. При комбинации заканчивай правой, старайся. Все хорошо, Женек, все контролируй, все. Больше джеб. Попробуй сейчас. Он как встал, забегаешь вправо, право-право-право, не важно, бей левый. Комбинацию. Пирирай нам показывали угол. Евгения Тищенко, и мы слышали, что ему говорили в углу. С правой заканчивать его призвали комбинации. Именно этим сейчас занимается Евгений Тищенко. Хорошо с левой попал. Еще раз. Застаивается Аккербаев. А вот это как раз-таки то, что говорили делать Евгению в углу. Да, абсолютно точно. Он бросает правый крюк, и он попал действительно так. Аккербаев выполняет на 100% указания своего тренера Александра Золкина, Евгений Тищенко. Хорошее попадание снова по туловище. В этом поединке Евгений очень много работает по туловище, и, в принципе, это произносит результаты. Абсолютно верная стратегия. На мой взгляд, если первые два раунда были, казались, такие достаточно ровные, то, начиная с третьего раунда, есть такое небольшое преимущество, да, у Евгения. Медеда, наверное, перехватывает инициативу. Сейчас отлично встретил Евгений. И мне показалось, даже попал, так чуть-чуть подсел здесь Иса. Ну, попал, попал. Два таких острых, лёстких джеба пробивает Евгений. Чувствуется, что не успевает. Очень сильно не успевает Иса Аккербаев. Только, я хотел сказать, по чистой скорости проигрывает пока что Аккербаев. Даже не столько по чистой скорости, сколько по эпизодам. Он только собирается это сделать, а Евгений, да, уже попадает. Он предчувствует то, что собирается сделать Аккербаев и работает немножко впереди. Ну и плюс, не стоит забывать, очень умный боксер Евгений Тишин. Он очень хорошо читается первым в ринге. И вот тут как раз таки сказывается вот это вот боксерское мышление. То есть оба понимают, что делать, но один делает это быстрее. А второй немного опаздывает. Минута остаётся до конца этого ронда. Он допропускал очень много Иса Аккербаева. И мы видим, даже поменял стойку. Не такое предположение, что пока не совсем понимает, что ему делать Иса Аккербаев. Или знает, что делать, но это у него не получается. Не может подобрать ключик Евгений. Опять острый джеб. Так, за раз, за разом. Просто хлопает. Отличное попадание от Евгения. Прижал сейчас Аккербаев Евгения к ганатам, но всего один раз ударил. Проваливает соперника Тищенко, но не наказывает. Ну и в данный момент вот уже вот тут около ринга видно, насколько тяжело начал дышать Аккербаев. Слышно его дыхание. Да, прям слышно. Дышит так. И скорее всего это всё в совокупности. Количество пропущенных ударов. Да, там наш удар. Пережив два года. Да. Но Евгений не прекращает бандюшку по туловище. Хорошо двойкой на высоте попадает Евгений. Хорошая комбинация. Ну и подгонка. Отличные четыре удара провел Евгений. Великолепный раунд для Евгения. Посмотрим, как сложится следующий. Субтитры создал DimaTorzok Начинаешь, бьешь левый на левый акцент, понимаешь? Девушки отдыхают Смотрите, начал пятиться здесь немного Исаак Бубаев Но напропускал, сейчас мне показалось, плотный удар по туловищу снова донес Евгений Это точно Но не собирается останавливаться Евгений, он с каждым раундом все быстрее и быстрее работает Да, начинает наращивать давление, начинает наращивать темп Начинает усиливать количество атак Причем рискуют, надо отметить, достаточно разнообразно Здесь вот так вот подповис на своем сопернике такое выражение на Евгении Он прям чуть-чуть оттягивается и сразу же снова возвращается Но вцепился, да Держит его постоянно напряжение Мне кажется, немножко потерял Исаак Бубаев Не успевает Исаак здесь, мы видим, бросает немного ударов Но почти не многие из них достигают цели А пропускает большое количество Методично расстреливает с дистанции передней рукой Евгений своего соперника На встречу здесь дальней рукой очень коротко попал Евгений Ну, готов продолжать Экбербаев Полетит ли сейчас Евгений? Вот вопрос Это не нужно Евгений, он будет так же продолжать пытаться расстреливать с дистанции У него здесь все получается, да Полностью под его диктовку идет работа на дальней Он постепенно, методично наносит ущерб Своими вот точными, плотными попаданиями Плюс практически сам не пропускает Хороший крюк от Евгения Дальней руки, но правда в защиту Повыше, повыше, повыше Повыше, повыше Палку Евгений Ну и снова под концовку решил немного обострить Замечательный раунд традиционно для Евгения Тищенко Идем продолжение Он ждет твою левую Да Женя, ждет твою левую Поэтому ты иногда подхожешь и от канатов Левый показал Ударил вправо, ты понял? Он уходит Дешь вправо, гладишь Дай ветро, пожалуйста Сейчас. Ветро! Ветро! Поехали. У нас шестой раунд из десяти запланированных. Евгений Чищенко. В предыдущем отрезке Исаак Бирбаев побывал в нокдауне. В перерыве нам показывали повторы. Тогда он пропустил очень плотный удар в туловище. И снова именно туда бьет Евгений. Да, он понимает, что он нащупал. Хорошо попал Евгений. Отличная комбинированная. Ну и начинает на выбор разбивать Тищенко. Ну и заметьте, практически перестал очень много двигаться все-таки Исаак Бирбаев. И дает возможность зажать себя все чаще и чаще. Я даже больше скажу, практически перестал он нагрызаться, проводить серии в ответ. Да, одиночные выпады есть, но часто не точно или по защите. Вот сейчас попал прямым Ак Бирбаев. В этом поединке мне очень нравится джеб у Евгения Тищенко. Очень острый, быстрый. И он постоянно меняет количество. То одиночный, то сдвоенный. Хорошо держит дистанцию Ак Бирбаева. Такой в какой-то мере напоминает мне работу Владимира Кличко. Но Владимир Кличко, наверное, был один из эталонов работы передней рукой. Джеб рельса, как его называли. Просто втыкал им. Да. Ну, у Евгения что-то такое схожее сегодня. Отлично. Отлично здесь провалил и попал. Правым боковым и снова джеб. Слева длинный удар попал. И попал в лобную часть, мне показалось. Да, вот туда. Попал жестко. Ну, пока что держится из Ак Бирбаева. Пытается даже идти вперед ноги. Пытается так. Ударов, правда, нет. Сейчас по корпусу один. И тут же отошел на дистанцию. Убирает стойку здесь и сам. Пытается пройти на ближнюю Ак Бирбаев. Там зарубиться. Но Евгений не дает этого сделать. Тут же отходит. Перекрывается. Хороший удар снова от Евгения. Поджал он в угол здесь кусок Бирбаева. Танцов супер нравится. Опять хороший удар по туловище. Опустились руки у Ак Бирбаева. Каждый этот удар в туловище забирает большое количество сил. Очень тяжело дышит сейчас Исак Бирбаев. И это видно визуально. Да, слышно, я бы даже сказал. Хорошую стратегию выбрал Евгений. Обрабатывать корпус соперника. Методично разбивая, разбивая, разбивая от раунда к раунду. Наращивая свое преимущество. Ждем следующий раунд. Хорошо. По факту я вам расскажу. Хорошо. Если мы в этом раундае, Это очень, че. И да. Кто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Екатеринбург, Урал, Сила РМК, Сила Уважаемые дамы и господа В этом бою ввиду отказа от продолжения боя Угла соперника Победу техническим нокаутом в седьмом раунде Одержал и сохранил титул чемпиона WBO Интерконтиненталь Евгений Тищенко Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok